Сегодня во многих странах мира прошла необычная акция, посвященная Геннадию Айги. В одно и то же время люди в разных уголках Европы и Азии исполняли стихотворение, состоящее из одной буквы. Стихотворение, короче, этого в мире больше не найдется. Одна лишь буква А, одна, ну какая? Поклонники творчества Геннадия Айги уверяют, что это особый элемент его поэзии. Звук начала жизни – первый звук только что появившегося на свет человека. Это почти белый квадрат Казимира Малевича. И в этом, и в другом произведении заложен глубокий смысл. Сегодня «Спокойствие гласного» читали публично в сквере Ивана Яковлева, создателя чувашского алфавита. Простая буква объединила весь мир. Организаторы акции отмечают, подсчитать количество тех, кто принял в ней участие, невозможно. Чтобы поддержать ее, было достаточно просто произнести эту букву. Сделать это можно было везде. Не исключено, что в ближайшее время, 21 августа, будет провозглашено Международным днем звука А. Так как он объединяет разные языки, разных людей, и он самый простой, его переводить не надо с языка на язык. Он есть, может, не во всех языках, но практически во многих языках. В большинстве языков мира «А» гласный существует. Поэтому он такой какой-то символ, знак, чего-то объединения, приятие жизни и многого другого. Смыслы можно вкладывать разные, каждый его может по-своему понимать. Какая-то есть в нем глубина. Мы очень хотели в этом году во Франции, в Париже тоже организовать мероприятие в память Айги. Но вот получается так, что я в Чувашии, но зато в следующем году сделаем большое мероприятие. А пока всем привет из Франции.